Шалом, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем изучать курсы заповедей, которые актуальны в наше время. Повелительные заповеди, запреты Торы. И сегодняшний наш урок мы посвящаем для возвышения души Йосиф Хайм бен Аарон. Итак, четвертая заповедь. Заповедь иметь трепет перед Творцом. Мы с вами учили, что Творец есть, что Творец один, что Творца нужно любить. Но также, учитывая то, что мы люди, мы рождаемся, мы умираем, мы болеем, мы нуждаемся, мы ограничены. И есть Великий Творец, у которого нет ни начала, ни конца, он не связан со временем, он есть и был и будет всегда. Конечно, нужно его бояться и иметь трепет перед Великим Творцом. Итак, написано в Торе в книге «Дворим, бойся Бога своего». Понимай вообще, какая между вами огромная разница, и кто ты вообще, и кто Великий-Великий Творец мироздалик. Как же мне его бояться? Точно так же, такие же вот методы, как мы с вами проговорили, как его полюбить. Вообще пойми, насколько он великий, он создал небо и землю, небеса, земля, вулканы, моря, океаны. Он помогает и контролирует жизни восьми миллиардов людей в данный момент времени. Какой он великий, какой он непостижимый и уникальный. Но, конечно, когда ты думаешь обо всем этом, то есть мы должны находить время, садиться и медитировать на это вот с этими мыслями. Когда ты начинаешь об этом всем думать, конечно, просыпается и любовь к нему. Вау, ты меня создал, я для тебя важен, ты интересуешься моей жизнью и контролируешь все, что со мной происходит. Это приводит к любви и благодарности. Это приводит меня в состояние трепета перед Великим Творцом. И каждый раз, когда вот есть желание нарушить его волю, тогда сразу проснись и пойми, что Бог на тебя смотрит, пишет Хафет Хаим. Это обязанность каждого из нас, Тора это повелевает в четвертой заповеди. Человек обязан бояться и иметь трепет перед Богом в любое время. И вот одно из проявлений этой заповеди, не произносить имя Бога просто так. Не дай Бог клясться Богом. Ты что вообще делаешь? Великий Творец, ты будешь его имя просто так произносить, в местах, где это запрещено, без какой-то цели, это запрет Торы. Эта заповедь имеет место быть в любое время, в любом городе, в любой стране. И эта заповедь относится как к мужчинам, так и к женщинам. Четвертая заповедь имеет трепет перед Творцом.